Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Здоровье раден. Как выбрать качественные лекарства? Первые жертвы гололеда. Кто будет платить за травмы рязанцев? Пассажиры РЖД смогли проверить свою задолженность перед отправлением поезда. Обычное письмо. Куда обращаться, если бумажная корреспонденция не достигла адресата? Лечим или калечим? Как обстоят дела на фармацевтическом рынке региона? Аптек становится все больше, а вот здоровье население не прибавляется. И опять вопрос. Как купить то, что доктор прописал, и не нарваться на подделку? В Росздравнадзоре нас заверили. С 2015 года фальсифицированных лекарств в регионе не было обнаружено. Но некачественные все же встречаются нередко. Как выбрать качественные лекарственные препараты, узнаете из следующего сюжета. Выпей таблетку и все пройдет. Но прежде чем ее выпить, необходимо удостовериться в качестве. Плановые проверки, проводимые сотрудниками Росздравнадзора, показали, что некачественные лекарства на полках аптек, к сожалению, встречаются. При этом чаще всего это препараты для лечения желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых заболеваний и обезболивающие. Повлиять на качество могут самые разные факторы, среди которых нарушение температурного режима, соблюдение которого строго регламентируется как при транспортировке, так и при хранении в аптечных сетях. Если условия хранения были нарушены, лекарства подлежат обязательной утилизации. В этом году нами выявлено порядка 120 серий 83 торговых наименований, именно недоброкачественных. Но это выявлялось не только самостоятельно территориальным органам, но и самими же аптеками. Во время покупки таблеток, уколов и других лекарств следует быть особенно внимательным. Во-первых, обратить внимание на лицензию на фармацевтическую деятельность, которая должна быть у каждой аптеки. При приобретении лекарственного препарата обратите, конечно, внимание на внешнюю упаковку. То есть, естественно, срок годности должен соответствовать, и срок годности не должен заканчиваться. Эти днем, каким вы приобретаете, а именно этот срок годности должен охватывать весь тот период на время приема этого препарата. Далее вы можете достать инструкцию о применении. Инструкция о применении должна быть отпечатана типографским способом, сложена правильно. Также не лишним будет провести пальцем по упаковке. И если надпись смажется, то высока вероятность нарваться на подделку. Для того, чтобы снизить риск выхода в широкую продажу фальсифицированных и некачественных лекарств, был разработан проект маркировки. По сути, это информационная система, которая работает пока в шести пилотных регионах. Рязанская область только готовится к ее внедрению. С производителя они переоборудуются, то есть соответствующее оборудование технологическое, для того, чтобы наносить матрикс-код на упаковку. И, соответственно, уже идет по всей цепочке дистрибьютора и так далее до конечного потребителя. Аптеки уже закупили онлайн-кассы и сканеры. Но проверить лекарства можно будет и через мобильное приложение. Как говорится, совсем скоро потребители смогут проследить путь товара от конвейера до пункта реализации. Кстати, в Рязани первыми в проект войдут аптека ОКБ и аптечный склад Рязаниформация. Кроме того, жители по-прежнему могут обратиться в Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств Рязанской области, где совершенно бесплатно проведут проверку тех лекарств, которые вызвали подозрения. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Крепче держись или кто будет платить за ваше падение зимой? В этом сезоне на улице уже появился лед. И шанс получить травму увеличился в разы, особенно это касается пожилых людей. Кто должен заплатить за ваши травмы, узнаете в следующем сюжете. Если не соблюдать осторожность, то можно, как в старом кино, подскользнулся, упал, очнулся гипс. Последние дни календарной осени заканчиваются, однако на улицах города зима вовсю отвоевывает свои права. На тротуарах появился небольшой слой снега, а на крыльце некоторых магазинов можно заметить наледь. Ходить по такому, конечно же, опасно, вот только у людей нет выхода. С каждым днем планировать свой маршрут так, чтобы не пройтись по льду, становится все сложнее. И даже сейчас уборка улиц в некоторых местах, по мнению горожан, оставляет желать лучшего. Считаю, что убирают очень плохо, ужасно. И вообще это невозможно терпеть, такую уборку в нашем городе. В принципе, нормально. Но еще зима-то еще не показал себе. Плохо убирается. Да можно упасть и ногу сломать. Ежегодно в травмпункт обращаются десятки горожан, которые по своей неосторожности или из-за халатности дворников зарабатывают ушибы, вывихи и другие травмы. И иногда лечение обходится в хорошую сумму. Юристы утверждают, в большинстве случаев можно взыскать штраф с организации, на чьей территории человек получил травму. Процедура сложная, но выполнимая. Если вы получили травму при падении, необходимо составить акт о дорожном покрытии. После чего зафиксировать всех свидетелей, записать их фамилии, имена, отчество, адрес и телефон. Также вызвать медицинскую скорую помощь для того, чтобы врачи отразили, где вы получили травму и какого характера. После этого получить справку больничную. Также нужно будет определить, в чем ведении находится данная дорога, либо крыльцо. И после этого уже отправить виновнику претензию. Анастасия Носова рассказала, что за состоянием придомовой территории следят коммунальные службы. Если учреждение государственное, то претензию следует направлять подрядчику, который следит за состоянием придомовой территории. В любом случае, обращаться с претензией нужно в государственное учреждение, где травму и получили. Если это магазин, то обращаться нужно к руководствам. В таком случае можно получить и компенсацию за моральный вред. Бывают ситуации, когда по претензии расходы не возмещают. В этом случае стоит уже обращаться в суд. Однако самый главный совет при приближении календарной зимы – это быть осторожным. Стоит обходить скользкие участки на своем пути, а при движении по крыльцу – держаться за поручень. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город. Заморозка накопительной части пенсии продлена до конца 2021 года. Об этом сообщили на сайте Нижней палаты парламента. Там сказано, что депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, по которому мораторий на перечисление пенсионных накоплений продлен до конца 2021 года. Там же сказано, что основанием послужило то, что реализация закона уменьшит трансфер на обязательное пенсионное страхование, передаваемое из бюджета в Пенсионный фонд России почти на 610 миллиардов рублей. На сегодняшний день тариф страховых взносов составляет 22% и 10% сверх предела зафиксирован на постоянной основе. Отчисления в накопительную часть по-прежнему заморожены. В итоге Пенсионный фонд России не сможет сэкономить на выплате пенсии в связи с изменением пенсионного возраста с 2019 года, потому что одновременно увеличивается и уровень индексации выплат. Новое назначение в региональном правительстве министром физкультуры и спорта Рязанской области стал Владислав Фролов. Об этом стало известно на заседаниях регионального правительства. Губернатор Николай Любимов вручил новому министру удостоверение и пожелал успехов в работе. Напомним, на прошлой неделе Владислав Фролов досрочно сложил с себя полномочия депутата Рязанской городской думы третьего созыва. Ранее с 2016 по 2018 годы Фролов возглавлял городскую думу. До этого он был руководителем Дворца спорта «Олимпийский». Более 80 сотрудников подразделений регионального управления МВД вернулись из командировки на Северный Кавказ. Они обеспечивали охрану общественного порядка, пресекали незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков. Решали задачи по задержанию и обезвреживанию лиц, находящихся в розыске. Подробнее расскажет Валерий Седов. Их ждали, им звонили и писали родные и друзья. Практически каждый день их командировки был насыщен разными событиями, о которых они вряд ли расскажут, чтобы лишний раз не пугать родных. То, что для обычного человека звучит как интересная и опасная история, для сотрудников свободного отряда полиции всего лишь работа. Вы справились с задачами на отлично. Мы гордимся вами. Вы достойно представляли регион на сложнейшем участке работы. Проявили себя как настоящие профессионалы. Сильные, ответственные люди. Благодарственные письма отличившимся рязанским полицейским вручил главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе по Рязанской области Сергей Яковлев. Очень доволен, что вы прибыли на нашу родную землю живыми, целыми и здоровыми. Вас ждали родные, близкие, жены, дети. Это большая радость в первую очередь для них. Ну, естественно, для вас. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, всего самого хорошего, доброго. Ну и, конечно, успехов в службе. Почетную грамоту МВД России и другие награды отличившимся сотрудникам вручил начальник МВД России по Рязанской области полковник полиции Сергей Лебедев. Некоторым стражам правопорядка в качестве поощрения присвоили очередные специальные звания и вручили соответствующие погоны. А после последовала команда разойтись. И сотрудники полиции наконец-то встретились с семьями. А служебную вахту на федеральном контрольно-пропускном пункте Затеречный накануне возвращения рязанские полицейские передали своим коллегам-землякам. Обезопасить зебры в Министерстве транспорта России разрабатывают новые меры для снижения травматизма на нерегулируемых пешеходных переходах. На этот раз покрытие предлагают поднять, чтобы водители заранее сбавляли скорость. Что об этом думают рязанцы, узнала Галина Кудряшова. Каждый третий наезд на пешехода происходит на зебре. При этом лишь в половине случаев в трагедии виноват водитель. Для повышения безопасности в Рязани ввели уже несколько инноваций. Одна из них – связовое табло с надписью «Внимание, пешеход». Рязанская разработка установлена на трех переходах, однако не проработала и месяца. На Московском шоссе табло вышло из строя и не починено до сих пор. О результативности другой разработки судить сложно. На Первомайском проспекте сделали мерцающую подсветку зебры. Однако вечером она сливается с многочисленными огнями. Однако это лишь самые центральные улицы. В спальных районах пешеходов по-прежнему сложно заметить. Вечером с нашими новыми фонарями, которые поставили в городе, пешеходов вообще не видно. Вот в темноте, неожиданно, сейчас зима. Ну, дешевле им проще остановиться самим, чем мне вот это полторы тонны остановить. Для решения проблемы Министерство транспорта России выступило с новой инициативой. Чиновники посоветовали установить приподнятые пешеходные переходы. Рекомендации они влезли в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Рязанцы отнеслись к инициативе по-разному. «Эффективно, конечно. Не каждая машина перепрыгнет через такое препятствие. Поэтому вынуждены будут остановиться, я так думаю». «Лучше освещение сделать на переходах». «Будет эффективно, я так думаю, что будет. Но и со стороны пешеходов тоже нужно внимание, не бросаться под колеса». «И так пробки в городе, а это совсем надо будет останавливаться. Ну, это как-то не очень сильно думают люди». Вопросом безопасности дорожного движения занимаются в разных странах мира. Например, в Китае установили светофор, который поливает людей водой, если они пытаются перебежать на красный сигнал. Нарушения фиксируют датчики движения. Во Франции пошли на социальный эксперимент. Нарушителей ждет свист тормозов и фотографии их лиц за секунду до столкновения. Такой урок люди усваивают на всю жизнь. «Умный переход» появился в Лондоне. Всю зону контролируют камеры, которые передают информацию о количестве машин, велосипедистов и пешеходов в нейронную сеть. Та, в свою очередь, рисует зебру. Но только тогда, когда пешеходу действительно ничего не угрожает. В Южной Корее пешеходные переходы и светофоры оборудовали световыми завесами. Когда ехать нельзя, они создают завесу из предупреждающего света. Похожую разработку представили и умельцы из Чернигова. У рязанских водителей есть своя версия, как повысить безопасность на пешеходных переходах. И она намного дешевле. Свет отражающей ленты пешеходов должны вешать. И не идти по пешеходу в телефоне, не ковыряться. Чтобы была расчищена дорога. Возможно, дополнительный какой-то лежачий полицейский. Освещенность. Только освещенность. Больше ничего. И все. И как-то у пассажиров и пешеходов уверены, в моей машине лучше, чем я. Чтобы они еще тоже повнимательнее относились к нам, особенно зимой. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Предложили пассажирам проверить задолженность. Рязанские судебные приставы совместно с транспортной полицией провели рейд на вокзале «Рязань-1». О его итогах в сюжете Дины Сляевой. Мобильный пункт развернули на первом этаже, где поток людей. Самый большой. Рязанцам, которые приехали на вокзал заранее, предложили проверить, есть ли у них долги. Каждый желающий может в режиме онлайн узнать свою задолженность. Судебному приставу можно просто назвать свою фамилию, имя, отчество. И в режиме онлайна можно узнать. Можно без паспорта. Приставы обошли зал ожидания и зашли в электричку. В ходе этого рейда рязанцев, у которых есть долги, не нашли. У нас сегодня проводится акция «Узнать свою задолженность» в рамках операции «Должник». Не хотите ли узнать свою задолженность? А у меня нету. Давайте посмотрим. Смотри. Фамилию и имя отчество назовете? Русская Ивановка Владимировна. Да, у вас нету задолженности. Алименты, штрафы, налоговая задолженность рязанцев проверяют по базе, в которой есть все данные. Работа с нарушителями, если их находят, начинается сразу же в мобильном пункте. Должнику предлагается оплатить задолженность через электронные платежные системы. Также должнику вручается требование о явке к судебному приставу исполнителю на прием. Если должник не приходит в назначенное время, то к нему прилагаются меры административной ответственности. Если предписание не выполнено, должника могут оштрафовать наказание от одной до двух с половиной тысяч рублей. Если и эта мера не подействует, приставы приедут домой, чтобы описать имущество, которое отправится на реализацию за долги. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ждать и не дождаться в век информационных технологий на второй план отходят обычные письма и открытки, уступив место электронным письмам и СМС-сообщениям. Чаще всего сейчас приходят письма из госструктур или письма о задолженности. Что делать, если важные документы задерживают по вине почты? В нашем следующем сюжете. Это настоящий крик о помощи. Мария Елисеева ждала письма со свидетельством о рождении 3 месяца. Документ нужен был для того, чтобы начислили прибавку к пенсии. Пока ждала, так и не успела оформить хоть и небольшую, но доплату. Еще одно письмо она ждет до сих пор. У нее на руках только извещение. Само письмо так и не дошло до адресата. Я пошла на почту к начальнице. Она говорит, это письмо было в июле месяце, но мы его уже отправили. Я говорю, а куда вы отправили, кому вы его отправили? И почему было в июле, а мне в сентябре только вот это извещение пришло. И вот это когда я пошла уже с этим извещением, она говорит, мы не знаем теперь, куда это письмо ушло. К почте России пенсионерке претензий накопилось немало. Она признается, часто находит письма на пороге дома и сама несет их адресатам. Мария пережила войну в Сталинграде. Признается, видела голод и холод. И хорошо помнит фронтовые конверты, сложенные треугольником. Поэтому к письмам у нее отношение особое. Она не могла пройти мимо брошенного конверта, валявшегося в мусорном баке. Напечатанный адрес гласит улица Грибоедова. По факту нашла письмо пенсионерка на улице Свободы. Я подумала, что не сами люди выбросили, потому что письмо запечатанное. Не видно, что его вскрывали. Письмо большое, не вскрывалось. Там, возможно, какие-то документы. Это письмо Мария Петровна тоже понесет сама. А между тем, недовольных работой самых разных отделений накопилось немало. С тем, что письма о начисленных штрафах приходят с серьезным опозданием, по вине почты автолюбители сталкиваются с завидным постоянством. Если письмо с вложенным в него постановлением о задолженности приходит не через 20 дней, а позже, в этом случае водитель все же может рассчитывать на скидку. Если случаи нарушения стали регулярными, то пожаловаться на работу Почты России можно в прокуратуру, Роспотребнадзор и полицию. При этом существуют жесткие правила оказания услуг почтовой связи, за нарушение которых грозит ответственность. В случае с выброшенным письмом и потерей письма Марии Елисеевой налицо нарушение прав неопределенного круга потребителей. Услуг почтовой связи. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Пришла зима, значит, совсем скоро главную речную артерию региона Аку покроет ледяный плен. А между тем, прошедшее лето стало очень даже продуктивным. Речной маршрут «Рязань-Москва» стал самым популярным туристическим направлением. Благодаря восстановленной пристани в город причалили около 40 туристических лайнеров. В следующем году число туристов, посетивших Рязань, в том числе по воде, планируют увеличить. Приятная новость. Героя отблагодарили. Помощь в получении гражданства получил мальчик, который спас своих сестер и брата на пожаре в Чучково. Трудности возникли из-за частичной утраты документов. Подробности в нашем сюжете. Двухлетний ребенок погиб на пожаре в Чучково. Трагедия произошла в августе в доме многодетной семьи, когда родителей не было дома. Максиму Богданову было всего 9 лет, но он не растерялся. Успел вынести из огня трех сестер и младшего брата. В начале ноября ему вручили медаль за мужество при спасении. А сейчас сотрудники полиции помогли оформить российское гражданство. Гражданин Богдан Максим Юрьевич принят гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. В соответствии с пунктом А, части 6, статьи 14 федерального закона. Ранее мальчик был гражданином Украины. Сделать гражданство самостоятельно семье оказалось трудной из-за частичной утраты документов. Также добровольцы, общественники и полицейские передали семье погорельцев постельное белье, ранцы и констовары, посуду, зимнюю одежду и обувь для детей, мягкие игрушки и санки для малыша. Ты мужик, ты молодец. И теперь ты уже, несмотря на то, что тебе лет не так много, но ты уже мужик. И это здорово. Я тебя с этим поздравляю. Напомним, что семья лишилась собственного дома. Сейчас погорельцы проживают в социальном жилье, которое им выделила районная администрация. Таким был и этот вторник. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка» недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Субтитры создавал DimaTorzok